что делать если взял дело и понимаешь что уже не тянешь его вот так вот что делать что делать что у вас не получается то ну допустим какое-то дело взял думаю справлюсь но видно что не справляюсь не тяну ну какое дело то непонятно что духовное берете или телесное куда-то едете поподробнее как вот конкретно это проповеди из из видео в этот word переводить вот у меня я не могу найти времени понимаете но никто не держу так давайте по частям у вас нет времени кто из вас не спрашивает вы молитесь вспоминайте и большую помощь уже оказываете я тоже многое не могу до другой разрезать и не могу но ползком до надо добираться вы стараетесь смотрите иногда можете же время нет и никто не гонит можете взять одну проповедь и минут 20 то выберите потом на следующий день постепенно окончите и ваша душа будет довольна ко мне сегодня пришла одна пенсионерка пенсионерка и говорит я пищать от не умею но так охота дай мне что-нибудь но подумали как делать на флешку я закачал две проповеди вышел на девору спросил эти проповеди не не были его не были ну тут брат владимир помог и она теперь рукой писать а рукой то напишет а у нее дочь то грамотная с высшим образованием и она дочери говорит отдам она теперь напечатает вот как не может а старается старается она очень сильный врач там такая дочь тоже с красным дипломом и но никогда не работала и нет аппарата такого но слушать я буду перепишу рукой это первый человек на это пошел восьмидесятые годы вот я вам скажу георгий восьмидесятые годы это еще советская власть крепко стояла еще десять лет ей было ну как распространить слово божие библии то нету и мне господь позволил начать и насчитать когда я насчитал ну и стал давать кому-то насчитал то насчитал вот один экземпляр на пленке катушки было 375 метров катушка но четыре дорожки со скоростью 47 десятых каждая катушка это восемь часов 20 минут это не просто так это мне в окно надо было завешать дверь там матрас повесил ну студия я начитал ну и который сильно помогал я ему новый завет дал начитанный то утром приходит он лежу у него слезы игры что так я считал неправильно а тут стал слушать его господь прямо затронул а вот большой мастер по разной технике был помогал но я говорю ты сильно не переживаю души господь даст тебе силу ты больше будешь знать дальше то на этом не остановился как понимаете за того с 12 томов теперь я могу сказать сколько 64 пленки 64 катушки а то выобразить невозможно нигде в мире никто не делал а какой его голос то еще не плохо слышу даже с глазами не неладно а надо глаза что бедили все а читаешь а по-русски а где местописание там церковнославянский а мне то это не надо но бог дал мне память и я помню а так называется по диагонали считать я считаю так вот игла глаза скашивает я вижу что там идет у меня сразу в голове что там есть я на память считал он раз 30 40 а то и больше за то уст каждой проповеди и мне это все приходилось на память вот я считаю его слова огня места описания я их на память по той ночи надо останавливать открывать библию или второй силы должен держать а никого нету я один я знаю что это не ладно где-то может не полная точность слова упустил но так оно пошло и распространить пришлось они двум не трем распространить так что в аргентину даже ушло советское время это вещь неслыханная и и вот у нас был гедеон и архиепископ здесь докукин и он говорит на перевели там даже с этой распространение на маленькие кассетки такие были кармане держать я горит выйдут прогуляться во дворе то и слушаю вы насчитали златоуста я тихо на этого спрашиваю его там это гедеона то он говорит я не не считал никогда а за день великий пост я три или четыре тома прослушала каждый том 800 страниц это вообще сколько людей благодарности было никто никогда не делал а я честно люди принимают мне кажется другой голос должен быть там вот мастера слова считают как оказалось которая помогать мне были там священники там один из кгб обратился с вещей стал священником у него там говорит он как рубит сразу поступила заявка чтобы пересчитать и где он считает не не принимает сердце вот как чем ниже я себя унижал что такой голод сам у меня еж не шаляпин там не левитан юрий а так мошка писклявая а бог открыл так что слушают только еще люди которые помогали там принимают немного то но то что я насчитал они прямо уверуют так я не остановился на этом каталоге составил пленки то 250 375 метров и 525 12 часов на ней и надо на них составить первый оригинал и сделали тон студии я одной кнопкой снимаю 10 сразу одновременно 10 крутит магнитофонов да где никто где взять а я сторожа мне не дают работать нигде сторож а сторож 72 рубля вот записывай себе 72 рубля а магнитофон моих 205 стоит 320 320 а мне надо их 11 штук теперь вообрази как я только всегда спрашиваю господи можно ли мне это сделать никто в мире не делал этого одной кнопкой срываю все и закрутилось и переключаю и опять потом насчитываю 12 томов жития святых димитрия ростовского а вышли книги по благословению патриарха пимена это второй третий том настольной книги священнослужители и там 147 житей новые которых канонизировали и я их выбрал оттуда и насчитал а книг то нету я еду в другой город добираюсь книгу а священник не дает только у меня я сел руками переписывать я ни перед чем не остановился я понял это у меня поручение от бога вопрос снятый сон укорачивать начал и довел его два с половиной часа в сутки два с половиной часа сколько спишь проверь себя усики маленькие апостол павел горит ресталище этот стадион бегите чтоб получить все бегут на награду получает один и так а себе говорит я бегу и просто воздух молотить а чтоб венец получить это перед богом видишь как так не все трудно еще пять томов добротолюбия это по 780 кажется страниц 5 томов я их насчитал это 14 кассет а жития 40 каких катушек 40 и каждую надо написать сопроводительные документы на какой дорожке что это все надо печатать а я еще людям говорю не канонические книги симфонии нету я стал составлять симфонию о которой на канонические 20 человек пять лет готовили каждое слово по буквам найдешь пять лет умножить на двадцать сто лет сто а я взялся один у меня все заложено было листами еду там допустим в церковь или что в этом в электричке то там только сидение так я занимаю сиденья там еще чем я придавливал их здесь два сиденья полностью через коридор туда напротив ты и считаю каждое слово поставить какое слово приди а там пришел я всякие глаголы идти соединяю в один а после уже я издам его в типографии симфония на неканонические книги тираж то небольшой тысячу экземпляров но 100 экземпляров я подарил библейским библейское общество сибирское оттуда приехал к человек но я ему загрузил 100 бесплатно так это не все еще это мы и гнатья бричанинова и там не знаю кого только каноны церкви насчитал и на все сопроводительные документы даже когда воображаю сейчас назад смотрю это не я делал это когда меня арестовали мне в кгб сказали что они считали что по сибири несколько отделов работает кгб такие умные люди но они видели одному человеку это не сделать это невозможно и чтобы один экземпляр только сделать почти 200 катушек надо было 200 это а потом продавали только по 5 катушек на руки вот опять им как теперь взять их ну что интересно сумели мы все-таки уговорить там что-то взамен дали едем а тут дочь перед барнаулом дождь хлещет милиционер стоит но тут у них как избушка так куда ездили да мы ездили я насчитал златоуста я говорю мне надо вот пленок много дождь хлещет у нас все закрыто махнул рукой доезжайте вы чем подробнее объясняю чем быстрее от нас освобождаются они услышали а вы клавдии устюжания слышали что воскресло барнауле я говорю я дважды встречался с этого что не можете рассказать и они мне тогда что есть так все пленки отдают какие чудеса бог творил даже сам на мотороллере с одним ездил за рулем сиди никогда не ездил только на велосипеде а там за бордюром какого-то остановил милиционер что-то проверяет а я загляделся меня кинуло через бордюр я мимо него пронесся милиционер ничего не понял вот как делается доставали привозили и откуда-то с эстонии там пленки были дорогой машина опрокинулась но дело было сделано а теперь это все переведено в электронную версию если вы желаете я вам скину скину вы будете слушать хоть надо работе ходе включить златоуста жития доброта любия мировая поэзия книги не упускали конечно тогда и нельзя было то сейчас мы такое творим слышишь меня нет георги я хвалюся господом господом это благодать божия такое дает это благодать удивительный поэтому тебя бог благословит тот что говоришь это уже хорошо что это осознаешь время нет посмотри где-то сократить попросил меня хотя бы одну проповедь ну помаленьку минут десять-пятнадцать тебе этой от сна оторви но ты участник будешь твоими будет занесено когда будем издавать кто помогает все имена будут занесено у нас в конце кто это переводил которая же замужней женщины будет скобочках девическая фамилия вот как а то я уже заранее обдумал и ну где буду делать все обговариваем вот так я говорю он как тут один зашел его там имя фамилия такая длинная сейчас я гляну минуточку подожди к интересный такой человек так как его фамилия то сейчас посмотрю так 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 минуточку что-то я его тут не вижу где-то он тут рядом такой его кто его нашел то ли нашла его это девора она больше всех подобрала вчера еще одна женщина пришла что-то не не вижу недавно только его видел да это на никакой роли не играет еще кто-то подсказывает что-то не слышу ну мужчин мужчина на букву кэш кажется фамилия его такая коробейников я его слушала видеоролики но ну в общем так это я зря начал искать время потерял но грейников коробейник коробейников во 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 коробейников так мало того он выпросил еще и на жену дайте мне говорит проповедь одну это никого тоже не было такого я его еще не знаю не встречались но уже моё сердце покорено от надо же такой ну у каждого есть был один кто-то бить и я работаю это для сына дайте вот так он проверяет там запятые а другой не расслышит и там ягодство попросительные знаки это никто не и не сделает она негодный материал то но я хозяин поэтому я вспоминаю проповедь говорил что там было говорено и дописываю а другой напишет там ну редко где за петушки там разное двоеточие поставить это уже больше тридцати человек помогают да работа не простая но я к проповеди готовлюсь она столько основательной иной раз проповедь готовлю месяцами бывает такая что не сразу потому что уже я говорил эту тему я считал толкование златоуста феопилакта и мне надо сказать глубже еще еще глубже и вот выпрашиваю у бога вот а тут готовы проповедь только перевести из видео в буквенное выражение вордовская тут надо конечно потрудиться тоже а потом когда если издадим думали то 5 томов будет 5 но судя по всему Вячеслав говорит будет 6 напоминаю что трехтомник это семьсот пятьдесят две страницы каждый том проповедь в стихах восемьсот восемьдесят а здесь в каждом томе будет 1100 страниц и видимо 5 томов а то вообще вещь неслыханная и называется проповеди во свете святой библии и уже все корочки готовы до надо еще фотографии туда я вот сейчас тут есть брат который помогает сиротки николай ну и проповеди скажи ну в каждом томе будет около ста страниц или маленько больше светлых фотографий я вот эти не работал у меня фотографии ездили и насобирал 800 800 фотографий мне специально сделал папку вячеслав и туда кидаю и она сама начинает перекачивать им туда я такого тоже не слыхал вот дал же бог такого тоже помолитесь за вячеслава он поехал какую-то деревню его туда вызвал учитель где он учится в семинарии по заво экзамен по литургике так что нуждается в этом вот вячеслав сергеевич но вот так дорогой брат георгий не унывай сколько можешь а дальше будет видно не трудно труднее всего когда неправильно человек женится вот тут уже ничего не поправишь а это даже ошибку сделаешь это вот после того как человек получил духовно рождение самый сложный вопрос правильный правильно выдать замуж и правильно жениться потому что будет зависеть какое твое здоровье какой заработок какие друзья какое спасение на скорую руку на долгую муку а сатана тут и коровы лет молодежь они старших то не слушают ну и разводов в первые четыре года в стране у нас восемьдесят четыре шесть десятых процента на тысячу браков восемьсот сорок шесть разваливаются а кто детей воспитывает чё удивляться 90 лет уля гайды отец его зарезал там один сейчас везде все пишут вот безумие то где ну все тогда спаси христос им найти хочу да не грамма не унывай а то ты уже тронулся уже господь рядом и ангел хранитель тебя уведомит у нас бывает человек женится но и ну женился все пропал нету исчезает и все а тут есть такой владислав ковачев он не только женился там сын кто родился закон и жилу сюда привел вот но везде какие то есть оригинальные поступки и она с такой радостью все делает вот что бог делает потому быть одному сегодня на этой верхотуре вряд ли устоишь надо просто радоваться что у нас такие люди талантливые и бог их любит да у нас некоторые ушли были ушли а куда они ушли то когда посмотришь да никуда один только сказал гать израил в ад нырнули старается вот что-то там я чё скажешь как на ситуации каноны жития ты посмотри когда выступают там какие занятия идут там наталья усатая тут елена грудыщук сколько они но такие сестры а тогда все хорошие нигде больше такого сообщества нету чтобы библия была во главе не вообще нету у православных у стихтантов да но они понимать ее не могут у них нет святых отцов а у нас патрология меня толкование это 300 томов 300 томов это толкование только по всем предметам и поэтому чтобы это осилить и издать сегодня сказать новое в это только благодать делает человеку не сделать сейчас рождество и мне но охота сказать это ну смотрю как настрой будет у людей и сказать чтобы не повторение просто повторение то есть мы сказали это считали знаем и бывает бог открывает внезапно я уже в храме и так и не решаюсь начать вот сообщил мне вячеслав он говорит на проповедь на псалом 103 сказали восемь проповедей 8 никому не подражая он гордок я еще нашел чуть ли не 18 на одно на один салонку вот как бог делает не забывай только что у меня нет гуманитарного образования нет религиозного нету я технарь строительный там колледж называют еще прорабом было не давали работать сторож я 40 лет пищи клал по стране и заработок и деньги я свободен а вы видите вот сказали так я вам подталкиваю как помаленьку выпроси один и начинай минут 15 даже возьми трудно потом и 20 минут выбор не берешь от сна оторви вот и так как возрадуешься скажешь хорошо что слух сказал вопросов нет ухожу